Итак, мы заканчиваем очередной базовый курс по ТТ-хиллингу, и я попросила сейчас девочек дать обратную связь в конце, что понравилось, что было сложно, может быть, какие впечатления. Вот пока Ириша и Женя, потом, может быть, Люда и Катя, если сейчас могут сказать. Ну, давайте, Ириш. Да, я благодарю Настю, она очень классный проводник, для меня были очень ценные эти дни, эти часы, что мы провели вместе, в ее поле притягиваются потрясающие люди, специалисты, так скажем, своего уровня, им было комфортно работать в этой группе, что для меня было сложно, сложно было сразу переключиться в практику, то есть теория, теория шла плавно, а потом раз, давайте практику. И мне было сложно переключиться из-за того, что я думала, что я недостаточно готова, что были страхи, вот эти, ну, недооценивая себя, и, соответственно, был какой-то вот прям барьер внутренний начать идти в практику. Но благодаря Насте, ее поддержке, эти барьеры были преодолены, и потом пошло уже так легко, и этот курс, вот, чем меня удивил, то, что он раскрывает очень многие аспекты. То есть, хотя это базовый только уровень, но уже мы проработали и программы, и связь с Творцом, с ангелами, и убрали страхи, и, в общем, это такая глубина, на которую не пойдешь. Потому что, наверное, в каких-то других практиках, я не знаю, я как бы не так много их знаю, но здесь, в этом курсе, мне понравилось именно то, что и глубоко, и сконцентрированно Настя дает информацию, и все откликается, и самое главное, что сразу хочется идти в практику. Благодарю от души. Спасибо всем и нашей группе. Да, благодарю тебя. Жень? Я тоже благодарю, Настя, за этот курс, за те знания, которые я получила, за тот еще пласт методов, которыми я могу менять свою жизнь и свою реальность. Я правда почувствовала это на этом курсе. Самое главное, что я вынесла отсюда, это что в любой непонятной ситуации нужно обращаться к Творцу, нужно устанавливать связь с Богом, и все тогда решается. Можно и наполнять и себя, и других, и ситуации, и организации, и все наполнять любовью, и тогда, безусловной любовью, и тогда все решаемо, все идет хорошо, легко. Ну, а какие-то там еще инструменты, да, более специфические, но они тоже нам в помощь. Вот, и раскопки Настя со мной проводила тоже, ну, как, ну, многое поняла, что, и мне кажется, прямо оно тут же и трансформировалось, по крайней мере, я это ощутила. Вот, спасибо, благодарю за этот инструмент. Да, благодарю тебя. Можно еще тогда вопрос, ты все-таки, как у нас тоже, как специалист уже, как психолог, было ли что-то для тебя, именно как для психолога, может быть, полезное, может быть, новое, ну, вот какие-то ключики. Потому что ты уже же работаешь с людьми, да? Новое, полезное, ну, это просто, это та же вот психология, только под другим углом. И вот здесь я еще почувствовала какую-то легкость, все-таки в психологии там очень много правил, ну, вот в классической, да, вот как я там по образованию своему, там очень много правил. Это нельзя, здесь осторожно, здесь не смотрите, туда не ходите, это не говорите. То есть в тета-хиллинге больше свободы, больше творчества, больше какой-то легкости, работа с энергией, вот это мне привлекло. То есть в психологии больше как-то с головой мы работаем, а с энергией, ну, это интересно, и мне кажется, это легче. Спасибо тебе большое, потому что интересно все-таки, поскольку, ну, половина приходит просто не специалисты, а все-таки примерно половина у меня обращается на психологи, психоаналитики, и вот как с вашей точки зрения, как, ну, именно профессионалов по работе с людьми уже, всегда интересна обратная связь. Благодарю тебя. Ну, у меня тоже такое ощущение, что да, именно в классической психологии больше головы, а здесь больше интуиции, энергии, вот так вот. Ну, и то, и то хорошо, в принципе, оно может дополнять, наверное, друг друга. Хорошо, благодарю вас, девоньки, кто будет слушать, приходите на обучение вот этой хилингу, у нас классно, весело, легко, как вы слышите, все у всех получается, даже если поначалу-то многие боятся, да, что что-то не получится, в итоге у всех все получается. Так.